Выборы в ЗСК для партии «Единой России» в Сочи завершились успешно. С этим поздравил членов полицовета глава сочинских единороссов Анатолий Пахомов. Самая лучшая реклама – это реклама делами. Малыми, особенно там, где… То, что касается непосредственно нашего жителя. И здесь вот и спортивные площадки, и детские дворовые территории, и свет, и дороги. И нам просто надо понимать, что нам нужно продолжить эту работу. Но и то, что мы наметили, нам надо обязательно сделать. Анатолий Пахомов отметил активных членов полицовета. Вручил им грамоты и попросил не расслабляться, так как впереди еще более важная работа – выборы президента России. А на минувших выборах во всех четырех районах города «Единая Россия» набрала порядка 70% голосов. У кандидатов в депутаты ЗСК от этой партии тоже наибольшие показатели. Напомним, у Алексея Руднева самый высокий – чуть больше 75%. У Виктора Теплякова – 70,48%. Александр Звягин набрал 63,43%. Все было так по-боевому, по-военному, по-фронтовому, так сложноластенько. Но, тем не менее, мы потом дошли. Я считаю, что, учитывая то, что это был новый для меня округ и первая инкогнито, тем не менее, мы закончили, на самом деле, с очень хорошим показателем. По спискам от «Единой России» прошли еще в ЗСК Дмитрий Лебедев и Алексей Сафронов. Вновь избранные депутаты поблагодарили своих соратников по партии за поддержку и реальную помощь во время подготовки и проведения выборов. Я думаю, что я неподвижным, а также депутатом городского собрания во главе с председателем городского собрания Виктория Сафронова о том, что все-таки там у нас тесно сложилась команда, в которой друг друга должны только поддерживать команду. Все включились в работу, каждый помогал, каждый ответил. Ну и всем хочу пожелать железобетонного здоровья, зимой поправить, ну и подготовиться, актуально, Слава Анатольевича, главным выбором страны, выбором президента. Члены полицовета наметили планы по предстоящей работе, а их очень много. В первую очередь, это реализация партийного проекта «Открытый юг», а также дальнейшее обустройство в городе, воркаут-площадок для подростков. Елена Авсецина, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ».